ой-ой-ой моя картошечка пришла беда откуда не ждали на самом деле ждали каждый год одно и тоже осматриваю все свои посадки хоть они меня небольшие и нахожу вот таких товарищей всем хорошо известный колорадский жук зло-совердитель не только картофельного и других овощных культур мы переместились к посадкам баклажанов посадку я провела в открытый грудь неделю назад обратите внимание баклажанчик у меня растут в тоннеле под дугами под нетканым материалом один из торцов ветреную погоду я всегда открываю с подветренной стороны и как вы знаете колорадский жук отлично переносится с одного участка на другой с одной части на участку на другую часть и в тоннель ему попасть при открытом торце и вставляет никакого скажем так труда отлично баклажанами он закусывает а учитывая то что у меня картошка самая большая в районе потому что высаживая ее рассадным способом почва в этом году прогревалась очень медленно помните какая обстановка была нас на майские праздники чуть позже поэтому посадку картофель в этом году проводили все гораздо позже и у соседина только-только вылупляется скажем так из-под почвы а у меня уже полметра поэтому все жуки конечно же сейчас ринутся ко мне нужно делать срочно обработку для того чтобы перечь не только картофель но и баклажаны в том числе и сладкие перцы при скажем так недосадке кормовой базы они жуки могут на перчики переброситься поэтому и дремлем сразу начинаем борьбу так и друзья мы снова переместились на мои мега посадки картофеля это только ранее картошка на самый первый урожай здесь у меня буквально 3 рядочка и 4 4 рядочка там буквально за дом на свободной площади посмотрите сегодня 2 июня картофель уже у меня кое-где начинает набивать цвет а это все из-за того что мы выращиваем рассадным способом я уже вам многократно показывал как мы клубни проращиваем в опилках в смеси с торфом с огородной землей в тепличке в обычных контейнерах и потом уже с проростками с маленькими столом и высаживаем не глубоко три раза окучиваем прогретой землей конечно же у нас поскольку небольшой участок заранее перед посадкой мы его прогреваем под куском пленки большим поэтому мы выигрываем всегда в сроках сбора урожая даже на тех же самых сортах что и соседи две-три недели просто немножечко больше подготовки но более быстрый результат посмотрите картошечка у меня уже подросла а у соседей на только-только появилась поэтому здесь у нас кормовая база для всех вредителей в округе и многие садоводы огородники вот в частности в апреле я читала лекцию нас балахинском клубе дачница для садоводов любителей мне задавали вопросы она вот почему два-три года назад мы например используем какой-то препарат для борьбы с кворотским жуком на посадках картофеля а их сейчас много море как говорится у различных производителей а он например вот в прошлом сезоне у нас не работал а все просто мои дорогие когда появляется какой-то препарат новый на рынке соответственно приведели к нему еще не привык сарафанной радио работает одному садоводу помогло он другом рассказал огороднику и все все обработали соответственно вредители большей частью погибли но часть вредителей которые какую-то дозу получили но выжили они ушли у нас с вами на зимовку вышли второй год мы закрепляем результат успешно и пользуемся тем же сам препаратом с тем же сам действующим веществом соответственно вредитель тоже привыкшим он не так реагирует в меньшей степени погибает популяция и соответственно крепшие и прошедшего такой негативный опыт вредителя становятся резистентными устойчивы к этому действующим веществу поэтому их нужно менять в этом сезоне 1 применили а лучше первую например последующую обработку делать разными препаратами если допустим у вас чувствуется что эффект от испытанный препарата не наступает в должной степени используйте другой меняйте если у вас препарат работать с первого раза делайте количество обработок которые рекомендуют производитель в том объеме пока у вас не пропадет вредитель и обязательно читайте всю информацию на упаковке по срокам ожидания это очень важно у меня в руках препарат называется беретта от компании щелково агрохим я о нем впервые узнала в прошлом году когда мы ездили творческую командировку на предприятии где производится большой спектр препаратов для садоводов огородников удобрений в том числе средств защиты и мы вам уже показывали как рождаются эти препараты какие лаборатории какие передовые технологии для этого используются в том числе новейшие научные разработки так вот беретта чем он хорош он работает даже на устойчивых группах резистентных вредителей которые приходят допустим соседних огородов которых уже многими скажем так препаратами потравили и они когда приходят к вам допустим его используя старые препараты они малоэффективны вот препарат беретта состоит из трех действующих веществ специально сейчас подглядывает называется бифентрин тиаметоксам и альфа-ципераметрин это масляная дисперсия благодаря вот этого то вещь разработки масляная дисперсия она очень хорошо смешивается с водой и распределяется тончайшей пленкой на поверхности всех вегетирующих части россии это стебельки это столоны это лист с одной из и с другой стороны соответственно вот этот препарат благодаря тройному действию обладает мега ударом он уничтожает и кладки и взрослых насекомых и в том числе личинку на разной стадии и роста это очень важно поскольку если у вас вот как у меня 3 а дочка может конечно и вручную собрать ребенка погонять для профилактики чтобы он пособирал но если у вас не одна сотка а многие выращивают на большое количество членов семей на большую семью или например даже на продажу картофель и когда плантация скажем так от заката до рассвета на ней работать то это очень печально собирать с каждого куста жуков обязательно проглядишь какую-нибудь кладку и соответственно эффекта не будет воспроизводство у коврадского жука очень скоро и поэтому ни одно поколение личинок может вырасти и съесть всю надземную часть соответственно нет продуктивной надземной части у растений соответственно зарождаются мелкие клубни меньшим количеством мы не добираем урожая дорогие друзья я переместилась другую часть своей огородной зоны здесь у меня произрастает картошечка сорта была роза а там откуда мы только что пришли кристы и наташа здесь еще больше жуков оказывается не было буквально полтора дня занималась тепличным хозяйством и пожалуйста чуть не проморгала свою картошечку я сейчас приготовлю рабочий раствор беретте я уже приготовила две емкости которых всегда смешиваю все препараты и использую для других целей емкости пластиковые поэтому легко моются и потом за ними легко ухаживать после обработки посмотрите у меня здесь 10 литров обычной воды можно использовать водопроводную и скважины и для приготовления рабочего раствора я буду использовать весь объем пузырька что не за расходу свою картошку отдам соседним них тоже уже появляется поэтому нужно как бы охватить максимальную площадь чтобы боевредителям дать отчаянный есть 10 миллилитров как раз 10 литров воды что нам нужно сделать нам нужно приготовить правильно рабочий раствор компания щелкова грахим дает исчерпывающую подробную инструкцию по его приготовлению нам для этого нужно сначала приготовить маточный раствор из самого препарата для этого мы должны от первоначального объема 10 литров отмерить 30-40 процентов это 3-4 литра в отдельной емкость мы сейчас с вами так и делаем литр 2 и 3 вот таким образом здесь будет 30 процентов составе маточного раствора еще от первоначального объема отмеряю 1 литр отставляя его пока в стол и потом расскажу для чего нам с вами потребуется отдела перчатки препарат берета славен как я уже сказала благодаря тройному действует трех действующих препаратов своим нокдаун эффектом уничтожает вредителя во всех фазах его роста и развития особенно эффективны в стадию его активного размножения и вылета из почвы когда масса вредителей выходит у нас из почвы прогретой посмотрите вот так у меня флакончик объем 10 миллилитров я выливаю его в наш объем маточного раствора сюда до капельки вытряхиваю и тщательно перемешиваю все дальше тару из-под нашего препарата инсектицида я утилизирую обычный мусорный контейнер откладываем пока в сторону беру палочку и перемешиваю вот такой у нас получился маточный раствор посмотрите он такого беловатого цветка будет разбавленное молоко что мы делаем дальше дальше вот этот маточный раствор вливаем первоначальный объем жидкости доводя его до нужной концентрации не забываешь нас еще небольшое количество воды отдельно мой с вами отлили для чего все дело в том что у нас нужно еще тару ополоснуть несколько раз немного водички вылила вот так вот обмыла тару из-под маточного раствора и выливаю с ровного суда и таким образом два-три раза ополоскиваю тару и у нас получится готовый действующий раствор рабочий в объеме 10 литров как изначально планировать по инструкции компании щелкала графин на упаковке все рабочий раствор на сети цида берет у меня в ранцевом опрыскиватель начинаю именно с этого участка на который мы с вами готовы рабочий раствор тщательно прохожусь от поверхности почвы по каждому листику и стал он у стебельку куста картофеля так обрабатываю все посадки я уже говорил что три действующих вещества которые входят состав этого инсектицида обладает просто ударным эффектом а какими механизм действия здесь работает на обработке картофеля это системное действие контактной кишечнике действия по воздействию навредителя трансламинарный эффект достигается и в том числе репеллентный я сейчас закончу обработку вернусь на ту картошку откуда мы с вами начинали заканчивая обработку на участке который мы с вами посетили началь нашего выпуска как вы видите моя картошечка уже подбитая на момент окучивания у меня не было сорняков практически так единичный а так вручную выбрала когда рыхли вам почву но если у вас свежеразработанный участок либо большое количество сорняков в округе которые легко переносятся ветром это однолетние двудольные растения либо злаковые растения которые бывают сплошным ковром а мешают обработке картофеля а если этот большой площадь здесь за серьезные проблемы можно буквально убийца на обработке этой картошки вот я сейчас вам хочу поделиться опытом и рекомендации копай щелково-горахим как можно решить эту проблему селетивный системный гербицид zartran от компании щелково-горахим помогает решить эту проблему уничтожает страники после одного применения работает на культурных растениях таких как картофель и томат кстати томаты можно обрабатывать и в рассадном способе если они у вас теплички это посеянные вы потрачивать рассаду и картошечку уже после всходов препарат очень эффективны и норму расхода и сроки ожидания внимательно читать на упаковке как он работает он эффективно проникает сорное растение и уничтожает его защитное действие до 60 дней обычно хватает одной обработки и если смотреть на нашу картошечку первую обработку по сорным растениям лучше сделать когда растение отрастает на 5 сантиметров и повторную обработку когда очередные 5 сантиметров культурного растения появится таким образом вы сплошняком обработаете все сорные растения и они не будут отнимать у культурных растений питание не будут конкурировать за цвет россии будут лучше проветриваться а это значит прохладно дождливую погоду не будут поднимать головы опасные заболевания и конечно же заросли сорняков это убежище для тех же самых родителей с которым мы сегодня эффективно боролись напоминаю мы сегодня обрабатывали картошечку вот таким препаратом беретто боролись колорадским жуком и все обработки еще раз напоминаю для новичков нужно делать обязательно в паспортную погоду без прямых солнечных лучей при порывах ветрах не больше 1 2 метров в секунду и еще компания щелкового рахим обращать внимание что препарат беретто нужно использовать в поздние вечерние часы вот как сейчас у нас уже вечер закат меня солнышко скрылось от насекомых опылителей уже нет в садах огородах поэтому смело можно использовать либо в очень очень ранние часы пока еще достаточно важно и насекомые ждут вылеток при более комфортно благоприятных погодных условиях то что мои дорогие картошечка моя сегодня защищена я вам рекомендации по обработке сорняков и вредителей дала надеюсь что урожай у вас будет щедрый богатый и очень вкусный